Всем привет, с вами Артём, и недавно два популярных блогера, как Соболев и Ларин, выпустили свои бургеры в разных бургерных. И так как Нижний Новгород от Питера находится довольно-таки на приличном расстоянии, у меня нет возможности съездить и попробовать на вкус два этих замечательных бургера и оценить их. Но, так как мой канал всё-таки больше посвящён распаковкам посылок с Алиэкспресса и подобных товаров, я решил сделать обзор на гармишей. Но, на самом деле, нет. Ну, на самом деле, да. В общем, вот такой вермишель я купил за 7 рублей в ближайшем перекрёстке, но не суть важна эта, потому что на Алиэкспрессе я нашёл вермишель похожую быстрого приготовления, только китайскую, за 950, мать его, рублей. 5 пакетиков там находятся. Чтобы вы понимали, за 950 рублей можно было бы купить 120 таких пакетиков. Поэтому, если мы наберём 100 лайков, то я как бы закажу это всё дело и мы рассмотрим, что же за лапшумом могут привезти доблестные китайцы с Алиэкспресса и как она вообще на вкус. Ну, а так как это бургер, это видео-бургер называется, да, я зашёл в тот же самый перекрёсток и по скидке взял последний ангус-бургер, который стоит 80 рублей. И мраморная говядина, 150 грамм удовольствия. И так как срок годности заканчивается очень скоро, и поэтому на него скидка, надеюсь, я не отравлюсь и видео будут выходить. Так что давайте посмотрим, что можно купить за 80 рублей. Это вам не 350 соболев и 490 ларин, так что 80 рублей. Погнали смотреть. Ну что, сначала про вермишель, да, опять 5 секунд, 100 лайков, закажу вот эту данную вермишель, которая стоит, как я уже сказал, 950 рублей, 5 пакетиков, сравним. Но не суть важна, важно, что у нас есть мраморная говядина. Мраморная говядина. Мне даже страшно открывать, потому что срок годности окончается буквально, по-моему, неделю, и это был последний бургер. Там, по-моему, больше в перекрёстке нет никаких бургеров. И... Смотрите, как он упакован, смотри. Просто красота, такая мягкая упаковочка. И, чтобы вы понимали, я не знаю, это... Ну, там просто камень, короче. Сейчас мы это всё дело разогреем. Написано 80 секунд, и он будет у нас готов. Давайте посмотрим, что будет через 80 секунд. Ну что, прошло 80 секунд. Как я и сказал, подогрел я его в микроволновой печи. И вот, что мы получаем за 80 рублей. Ну так-то он, конечно, стоит 130. Это я, типа, на распродаже его купил за 80. Но я вам, наверное, его не советую брать, потому что... Ну, он по цене как Big Mac, а выглядит как, ну, обычный гамбургер. Ну, то есть, помидорка, какой-то огурец. У меня, чтобы вы понимали, на всю квартиру сейчас пахнет луком. И говядины. Под говядиной у нас ничего нету, и какой-то соус непонятный. Сейчас, конечно, протестирую его, но не знаю, не знаю. Ну, что хочется сказать. Абсолютно безвкусный бургер. То есть, я ожидал, ну, хотя бы что-нибудь вкусное. Но я ошибся, и в нем ничего вкусного нету. Так что никогда не покупайте ангус-бургер от Мираторга. И это не реклама. Немножко кликбейта, конечно, немножко кликбейта в этом видео. Но, в общем, лучше, наверное, взять Соболев-бургер. Или Ларин-бургер. Но не ангус-бургер. Так что, ну, такие дела. С вами был Артем. Лайк, подписка, все дела. 100 лайков и вермишель. Какое-то очень странное видео. На самом деле, пришла эта идея буквально полчаса назад. И я добежал и решил записать. Так что, всем спасибо за просмотр. Покупайте только хорошие бургеры. Но, чтобы вы понимали, это реально как камень. Ну, просто, ну, вообще ни о чем. И безвкусный. Да. Все. Всем пока. До скорого. Ждите новых товаров, видео. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И ставьте лайки, ребят. Да, кликбейт, сорян. Вот. Так что, извинился я за кликбейт. Если что, все. Давайте. Пока. Пока.